Здравствуйте! Седьмой класс. История России. Основные понятия и термины. 19-й. Стрельцы. Стрелец. Это служилый человек по прибору. С конца 15-го по начало 18-го века это боец, стрелец, который служит в государственном стрелецком войске. Он вооружен огненным боем, то есть мушкетом или ружьем. Чаще это пехотинец, но иногда это была также конная пехота. Стрельцы в России длительное время составили первое постоянное войско. Некоторые иностранцы их называли аркебузирами или мушкетерами. Стрельцы делились на стремянных стрельцов, составляющих особую стражу государства, стрельцов московских, стрельцов городовых или окраинных, то есть стрельцов пограничных городов, которые несли службу на заставах и слободах, где они составляли гарнизоны. Чаще всего гарнизоны составлялись из стрельцов, а также пушкарей и городовых казаков. При Иване Грозном в начальный период стрелецкого войска в стрельцах числилось 12 тысяч человек личного состава, из которых чуть меньше половины, около пяти тысяч, находились на территории столицы, в Москве. Во время кампаний или военных походов в войн они входили в состав пехоты, то есть полевых войск. Древнеславянское слово стрелец до появления огнестрельного оружия обозначало лучников. Огненные стрельцы, на вооружении которых имелось ручное огнестрельное оружие, появились в конце 15 века. Первоначально стрелецкое войско состояло из трех тысяч человек, разделенных по 500 человек на статьи или приказы. Командовали стрелецкими статьями головы из детей боярских. К началу 17 века оценочная численность стрелецкого войска составляла до 20 тысяч человек, из них 10 тысяч было в Москве. В 1632 году общая численность стрельцов составляла 33 тысячи 775 человек, а к началу 80-х годов до 55 тысяч. То есть по сути дела при вступлении на царство, ну сначала Ивана и Петра, а потом и Петр Первый, когда стрельцы даже выступали на чьей-то стороне, усиливали претензии на царскую власть значительно. Вот, стрелецкие бунты это было страшное, очень страшное мероприятие и дело. Стрельцы были довольно-таки грозной силой. В русском государстве насчитывалось на конец 17-го столетия 48 стрелецких пехотных полков. Сила, конечно, была просто колоссальная. Стрельцы составляли как бы ядро русской постоянной армии. Дело в том, что в последнее десятилетие 17-го века московские стрельцы стали активными участниками политических процессов. И они не раз служили оружием в руках противодействующих правительству. То есть восстание 1682 года, бунт 1698 года. Это в конечном счете и определило решение Петра Первого о ликвидации стрелецкого войска. Петр Первый приступил в начале 18-го столетия к реформированию вооруженных сил России. Восемь московских стрельцких полков были удалены из столичного гарнизона на вечное житье в украинские пограничные города, Севск, Киев, Белгород и другие пограничные городки. Царем было принято решение о реформировании стрелецкого войска как рода вооруженных сил. Но после поражения русской армии под Нарвой в 1700 году, расформирование полков стрельцов было на время приостановлено, так как это были наиболее боеспособные полки Пруцкого, ну и Северной войны, и в частности Пруцкого похода армии России в 1711 году. Процесс ликвидации стрелецкого войска завершился в 1720-е годы, хотя в качестве службы, как служил их людей, старых служб, городовые стрельцы и казаки сохранились в ряде городов России почти до конца XVIII века. Они, по сути дела, отмирали естественным путем, без резких перемен. Продолжение следует...